Налоги, сборы, авансовые платежи, страховые взносы, штрафы и пени. Жизнь бухгалтеров, заверили разработчики единого налогового счета, с этого года станет проще. Вместо десятка платежек вносить суммы можно лишь единожды. При этом не нужно указывать ни вид платежа, ни сроки оплаты. Все автоматически распределят инспекторы. Единый налоговый счет – это такой виртуальный кошелек, в котором собираются все налоговые обязательства налогоплательщика, то есть платежи и, соответственно, задолженность. Там формируется единое сальдо, оно может быть положительным, если деньги в этом кошельке есть, и отрицательным, если существует задолженность. Вместо 60 платежек одна, а значит минимум ошибок, говорят налоговики. Но бизнес изменения воспринимает в штыки, и поводов тому уже несколько. Прежде всего, предприниматели удивили суммы в январских платежках. Так те, кто, казалось бы, зашел в Новый год без просрочек, по новой системе вдруг оказались в числе больших должников. Я знаю, допустим, предпринимателем, с которым общался, у него не было задолженности по налогам в текущем периоде, но ему выставили 6 миллионов. Ну, это как бы серьезно. Причем не очень большое и крупное предприятие. То есть для него это действительно такая шокирующая цифра. В налоговой признают, что пока сервис несовершенен. И сбои бывают, и некорректные суммы. В данный момент служба проводит индивидуальные сверки, и вскоре все недочеты обещают устранить. Ведомстве подчеркивают, они открыты для обращений. На время переходного периода для налогоплательщиков даже открыли горячие линии, в том числе инфоцентр в региональном отделении Народного фронта. Но если ошибки еще как-то можно попробовать доказать и исправить, то другую проблему, невозможность самостоятельно управлять платежками, можно только принять. И это бизнес удручает. Так если у компании или ИПшника накопились долги, то поступления пойдут сначала на их погашение, и лишь потом на текущие платежи. Для предпринимателей была определенная все-таки такая, ну, давайте честно скажем, определенная лазейка, что по истечении трех лет, разбираясь налоговой, там бывали такие истории, что необоснованно начисленные налоги, можно было их оспорить и так далее. Сейчас это, конечно, сложнее станет. И еще один нюанс, на который налогоплательщики просят обратить внимание разработчиков единого счета – информационная безопасность ресурса. В условиях напряженных геополитических отношений, говорят предприниматели, защита сервисов, госструктур должна быть броневой. Налоговики успокаивают. Бизнесу в этом смысле переживать не стоит. Сегодня на Федеральную налоговую службу, даже на наш официальный сайт, идет очень большое количество атак. Но, тем не менее, достаточно очень глубокая, очень сильная служба безопасности у нас работает на уровне как бы Федерации. И на сегодняшний день, и в принципе, нас заверяют, что очень все безопасно. Переходный период на новую систему оплаты налогов продлится до мая. В это время заверили в ведомстве, применять какие-либо санкции к налогоплательщикам не будут. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.